Пожалуйста, минирующая моль. Мы открываем листок. Вот, пожалуйста, ее кладка. И так со всеми деревьями. Это личинки минирующей моли, вредители, по вине которых листья каштана и приобретают неестественно рыжий цвет. Началось это около четырех лет назад, по словам доцента кафедры биологии Юрия Асеева. И с тех пор вредитель только прогрессирует. Так как она повреждает листья, у растений снижается процесс фотосинтеза. И, соответственно, в скором времени листья начинают буреть, преждевременно опадать. Когда вот на протяжении ряда лет вот такое воздействие на каштаны этого вредителя, возможна и гибель растений, безусловно. Если, конечно, не принять никаких мер. На проблему каштановых деревьев городские активисты неоднократно обращали внимание. Дело в том, что конский каштан тяжело приживался в Рязани. Первые саженцы гибли. Те каштановые аллеи, что и сейчас, говорят местные жители, это очень хорошо. Но и их город может лишиться. К сожалению, администрация города практически игнорировала этот вопрос. Поэтому мной был направлен депутатский запрос на имя исполняющей обязанности главы администрации Рязани Елены Сорокиной с просьбой принять срочные меры по защите деревьев от минирующей моли. Способы защиты от минирующей моли есть. Их обсудили на совещании в мэрии. Некоторое время назад в стенах мэрии стояло совещание, как раз посвященное вопросам состояния каштанов на территории города Рязани. В этом совещании приняли участие эксперты научного сообщества ведущих вузов нашего города. И вот они порекомендовали скорректировать сроки проводимых обработок каштанов инсектицидами, а также в обязательном порядке проводить сбор опавшей листвы и организовывать ее утилизацию. Главное подходить к защите с умом, говорит Юрий Асеев. Например, феромонные ловушки могут расплевать птицы и погибнуть. Еще вот в чем проблема. Наши организации, которые занимаются благоустройством города, в том числе и деревьев, они их подрезают постоянно. Каштаны не любят, чтобы их обрезали. Причем обрезка проводится очень, так скажем, жестокая. Когда вырезают скелетные ветви для деревьев, это очень чревато. И, возможно, на мой взгляд, вот то, что такая вот грубая, так скажем, обрезка, возможно, еще больше и наталкивает вредителей от того, что растения сам по себе ослаблены, а этим пользуются всегда вредители. Однако биологи и активисты сходятся в одном. Каштановые деревья надо спасать. И чем быстрее это сделать, тем лучше это скажется на экологии и облике города. Очень надеюсь, что не только совещаниями, но и конкретными действиями мэрии Рязани будет решать проблемы нашего родного города и его граждан. Они, как у нас это любят, доводить дело до того момента, когда уже нечего будет спасать. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.